Продолжение следует... Продолжение следует... Или полного исчезновения всех, так сказать, остатков опухоли. Но, конечно, это достигается не всегда и не у всех. И здесь очень важно сравнить, действительно, достижение таких минимальных размеров, переход из третьей стадии в первую стадию, сопровождается значительным увеличением выживаемости и спасает жизни пациентов. И вот это исследование сравнивает результаты первичных минимальных опухолей меньше одного сантиметра. В свое время это было выполнено в нашем институте. И параллельно Роман Сергеевич пересчитал вот эти минимальные размеры. И минимальные размеры опухолей третьей стадии, перешедшие в минимальный размер. И вот что получается, интересно, значит... Это указка верхняя, да? Не работает, вот так, видите? Да. Так вот, значит, верхняя вот эта кривая, как бы сказать, это исходно минимальные опухоли. Опухоли меньше сантиметров, не получавшие никакого системного лечения, за исключением там гормонотерапии. А вот зеленые, зеленые кривая, это достижение полного морфологического регресса в результате системной терапии. Ну, здесь в основном опухоли трижды негативные или экспрессирующие рт-2. И вот только вот третья, это опухоли, ставшие минимальными в результате системной терапии. Таким образом, даже достижение полного регресса не позволяет говорить о том, что вот мы полностью победили. Вот нет опухоли в молочной железе, в лимфоузлах, значит, она где-то там скрыта в отдаленных. И это и как бы ставить перед нами следующую задачу, как добиваться действительного такого большого успеха. И вот интересно вот это сравнение, которое было проведено Оксфордской группой и опубликовано в журнале Lancet Oncology. Эта вот группа называется Элибрес-Кансер-Трайлис-Калибритев-Групп. Наш институт давно, уже 20 лет входит. Вот они оценили судьбу пациентов с гормонозависимыми опухолями, а их 80% примерно, ну, по крайней мере, там 75%. И сравнили два метода после операции. Просто тамоксифен, вот, синие там. Вот. Или для того времени, ну, это 10 лет назад, ингибитор ароматазы. И обе группы пациентов подвергались супрессии вареальной функции. Что казалось, что вот, значит, пациенты, которые получали ингибитор ароматазы, выживаемость 10-летняя выше. Ну, как вот выживаемость, так и, так сказать, в обеих группах общей выживаемости, там, отдалённой и так дальше. И, в общем, там делается вывод, что, в общем, вот как удаётся с помощью ингибиторов улучшить результаты лечения. При этом отмечается, что у молодых женщин, моложе 35 лет, в общем-то, вот эта ингибиция менее эффективна. А так вот посмотреть, несмотря на вот такой вот серьёзный журнал, вот такой вывод, 3% меньше, 2,8%. Но насколько тяжелее для молодой женщины, это все премиальные паузы, получать супрессию вареальной функции и получать такой непростой препарат, такой-такой подумать. А надо ли во всех случаях стремиться отходить от тамоксифена? Наверное, нет. Потому что тамоксифен, вот его уже исследуют, потом мы покажем, и 5 лет с участием нашего института, и 10 лет. Он всё-таки, ну, как бы, также эффективен, но для пациента, для женщины это окончено. Качество жизни – это тоже один из важных, так сказать, аспектов. Ну, как мы вообще подходим, кроме, понятно, стадии заболевания, кроме поражения там, или не поражения подмышленных лимфоузлов, возраста пациента, как вообще надо подходить и что-то, что менять вообще в лечении, в системном. Понимая, что системное лечение даёт всё больше и больше, чем по сравнению даже со скринингом. Вы же видели, вот первый слайд, запущенные опухоли, а можно повернуть их в категорию там, минимальных, или даже вообще. И вот открываются различные, как бы, маркёры, генетические, иммунохимические, и так дальше. Ну, вот, по перестаке ещё мало, что можно сказать. Ну, так, предположительно. Хотя работы ведутся. Ну, вот циклин Е1. Но везде ли определяется вот это? Потому что он практически контролирует вот эти циклинзависимые киназы. Тоже такой вредный фактор, против которого получены три препарата. Палбоциклип, рибоциклип, но все это знают врачи. Вот, к сожалению, далеко не везде вот это всё определяется. Но, к счастью, у нас в институте это есть. Или вот другой, относительно недавно. Вот мы заговорили в последние вот буквально там полтора-два годах. На самом деле, уже 10 лет назад вообще вот эта мутация была открыта, и она связывалась с быстрым прогрессированием заболевания. Ну, к счастью, вот появился препарат Альбелесип, а сейчас и другие капециты, значит, корот, которые вот при именно гормонозависимых опухолях, явно, если эти препараты объединяются с традиционной гормонотерапией, включая даже ингибиторы ароматазы, а потом и фуллистрант, совершенно очевидны успех лечения. И, наконец, вот мутация СР1, вот она. Да, ну, она контролирует экспрессию децептостероидных гормонов, эстрогенов, прогестерона. Вот, сначала, когда мы начинаем адъювантное лечение, а я все время говорю о пациентах, которые уже подвергались или подвергнутся операции, то есть об адъювантном лечении, так она вот сначала вот эта вот мутация, она у четырех пациентов. И мы назначаем на пять лет ингибитор ароматазы. Очень часто. Это, ну, как я уже показывал, и в премиенном, но у посменно паузы у всех, без исключения. А оказывается, уже в ближайшее время мутация может случиться у двадцати, у каждой пятой женщины. И назначение ингибиторов ароматазы в течение пяти лет абсолютно бессмысленно, кроме того, что вызывает остеопороз. и другие осложнения. Это много. И вот задача, как периодически использовать, так называемую, жидкостную биопсию, то есть проверять во время такого лечения, проверять, когда же произошла вот эта мутация, и остановиться с этой гормонотерапией. Вот говорим, уже не первый год, но пока так ничего не изменилось. Пока все вот смотрят, что это очень сложно, и там не всегда, хорошее оборудование лаборатории. Ну, будем надеяться. Ну, вот уже возвращаясь с циклин Е1, вот все-таки зная об этом и зная о том, что он кодирует вот эти циклинозависимые кеназы, вот сравниваются две ситуации. Вот палбоциклип, значит, их три препарата. Палбоциклип, рибоциклип, обемоциклип. Вот их сравнили в объединении с фулл-эстрантом. Раньше на фулл-эстрант вообще не обращали внимания. Он проходил испытания, в том числе и в нашем институте, это было лет десять назад, вот, а проводила это, в общем, университет Ноттингем с нашим институтом. И была, видимо, допущена ошибка, потому что доза препарата была 250, а не 500, как полагается. Ну, это не наша ошибка, те, кто заказывал. И, кроме того, включали туда и применопаузу, что вообще недопустимо. Но, тем не менее, вот, сравнили вот эти два препарата, они казались высокоэффективными. Вот. И, с другой стороны, вот, самая нижняя черта, вот, люминальный Б, ну, он вообще агрессивнее, чем люминальный А. И, если вот высокая экспрессия Е1, то, конечно, результаты значительно хуже, потому что эти пациенты или их опухоли резистент, они не отвечают на палубоциклип, ну, и на другие, значит, препараты. И вот, три больших исследования паломатрии, там, анарх, монолизм, на больших группах пациентов полностью подтвердили и на других, на рибоциклипе и все прочее. Если одна схема неэффективна, то рибоциклип, а исследование сейчас тоже проводится и в нашем институте Александра Ивановича Комяков, вот, ну, как бы не исправляет эту ситуацию, но, может быть, чуть-чуть лучше выживаемости. И вот Альпелисипа, о котором мы уже говорили, что вот это показало, исследование, не рандомизировано, недавно докладывалось в Египте, в Каире. Там собиралась большая конференция, ну, из Европы, там, из Америки. У нас, по-моему, да, Руслан Майкович посвящает эту конференцию, но там докладчики в основном, как бы, из Европы и Америки. Ну, скажем, если попробовать ингибитор вот этот пиатрии, Альпелисип препарат с улвистрантом, то даже тех у пациентов, которые ранее получали вот эти циклинозависимые киназы, вот эти препараты, в том числе, там, РИБОЦИКЛИ, ПАЛБОЦИКЛИ, даже и здесь можно добиться успеха. Но вот пока это распространенные опухоли, как бы, но так все препараты сначала испытываются при четвертой стадии, потом НЕОДИОНТ, а потом АДИОНТ. Я думаю, что этот препарат займет должное место. Мы, кстати, наше отделение где-то месяц назад опубликовало статью в фарматеке, вот поэтому Альпелисипу и так дальше для врачей. Ну, вот, конечно, нельзя обойти мимо вот эту так называемую оценку как фактор прогноза или предсказания генной экспрессии. Ну, обычно говорят Тейлор, Миндак, РЭКС-фондер, их сейчас, я думаю, десятки, и вот каждый там год появляется еще какой-нибудь. То там большее число разных генов экспрессии, то меньшее число, но, в общем, связывается это с чем и чем, почему они оцениваются. Как важно вот у пациентов формально гормонозависимыми опухолями, и которым часто все-таки это так было, особенно вот это в Америке, там, в Западной Европе, назначение химиотерапии перед гормонотерапией, особенно, если опухоль там больше там 5 сантиметров или имеется, вот как в программе РЭКС-фондер, именно так, бетастаза в трех лимфоузлах. Так как выяснилось, что в постменопаузе как бы эффект химиотерапии вообще не наблюдается, результаты одинаковые, 8-9, даже если это больные с метастазами лимфоузлах. А вот в пременопаузе, да, там такое вот абсолютное отличие достигает где-то 6-5%, но это существенное абсолютное отличие, так это большие все-таки. Ну, а если вот эту европейскую классификацию, это Нидерланды с 70-геном сигнатура, ну, то же самое, если одновременно низкий риск, генический, опухоль небольшая и геномная, то, конечно, хороший результат десятилетний, а если то и другое высокий риск и геномный риск, то, конечно, это значительно хуже выживаемся. Ну, у нас в России как бы опубликованы и представлены, ну, две классификации, Родионов Шафян, это центр Кулакова и Баженко. Это, значит, институт с, по-моему, это Герцена. Но эти классификации, одна из них касается предсказания поражения подмышленных узлов. Родион Шафян. Ну, в принципе, при наличии у нас методики Биописи сигнальных лимфоузлов, в общем, как бы нет необходимости усложнять эту процедуру, дорогостоящую и так далее. Баженко Баженко Клубак очень похожа на американскую вот эту. Он катает ДЭКС, столько же генов, вот, но она, он сам признает, профессор Баженко, что пригодно не для предсказания там, вида системного лечения, а для прогноза заболевания. Ну, Руслан Майкович, вот он бьется уже десятый год, да, и я надеюсь, что, значит, работа такая получится, но там сейчас дошлифовывается, там прочее, посмотрим, потому что было ПАМ 50, теперь ПАМ 100, ну, будем надеяться. Да, ну, вот сейчас на фоне это все, значит, появляется как бы более простой подход, когда там оценивается, в сути дела, 6-8 генов, Брест-Кансер-Индекс, тоже американская штучка, да, но она оценивалась в двух очень важных исследованиях адъювантной гормонотерапии в течение пяти лет, оценивалась она почти там больше, чуть ли не до 20 лет, и оказалось, что вот этот Брест-Кансер-Индекс, состоящий из двух, как бы прогностическая часть и предсказующая, она точнее других предсказывает в отличие от всех, которые я называл, которые в основном прогнозируют только на 5 лет, а это на 10 и более лет, что для нас важнее, потому что прогноз этих больных в общем-то благоприятный, но надо знать, что там произойдет после 5 лет. Вот это исследование Оксер-Инверситета, это кладалось на АСКО, где во-первых, признается, что все-таки наши анатомические вот эти признаки состояния лимфоузлов и размер опух являются определяющими при наличии всех вот этих подходов генетических и так далее. Но при этом вот почему они все-таки вот так заявляют, что больше 50% отдаленных метастазов у больных с люминальным А в основном проявляется после 5 лет. Когда мы говорим, что вот 5 лет уже наблюдаем, все прекрасно, можно вообще не наблюдать. Даже пациенты переходят, не ходят уже на осмотр, на обследование, ну все, излечили. Оказывается, вот все неприятности могут случаться в том числе после 5 лет наблюдения. И вот, конечно, использование всех вот этих подходов молекулярно-генетических предсказывающих и так дальше, оно, конечно, привлекает, но, к сожалению, все вот эти методики, видимо, из самого определения отдельных генов являются очень дорогостоящими, как всему прочему. Не знаю, как у Руслана Мариковича Полтуева, но вот, скажем, онкотайбдэк стоит 4 тысячи долларов, а больные первой стадии. Так вот, спрашиваются, вот надо там, значит, у всех больных определять. Кстати, в Америке, когда ввели эту систему, а в Америке там, она может быть по страховке, если она высокого класса, но, тем не менее, у значительной части пациентов после вот этого тестирования пришлось отказаться от химиотерапии вообще. И громадные как бы убытки для тех компаний и фирм, которые продают провайдеров, которые обеспечат химиотерапию. Все перешли на гормонотерапию, и при этом результаты не ухудшились. Ну, и вот учитывая высокую стоимость всего вот этой процедуры, я тут уже вышел, да, очень хорошее исследование было проведено банк и там компания, которые решили, что вот та классификация степени излагательности, ну, у нас в Европе это Ноттенгеймская классификация, у нас она почти такая же по своим, так сказать, ну, другое название, Блюм там и прочее, но близко по смыслу. Оказалось, что вот в этой классификации Ноттенгеймс, которая до сих пор придерживается Европа, у них три категории степени излагательности, ну, у нас тоже три, только половина пациентов относится во второй группу промежуточного риска, а на самом деле там есть пациенты низкого риска, и очень высокого риска. И поэтому вот Ванг и компания решили предложить, так сказать, новую градацию Deep Learning после глубокого изучения, то есть изучаются все иммуногистохимические признаки и другие, для того, чтобы основываясь там на экспрессе КИ-67, иммуногистохимия, то есть в общем-то по структуре простых определить более точную степень злокачества. И оказалось, что, во-первых, если сама вот эта Deep Learning используется, развитие достоверное отличие выживаемости десятилетней. Если она оценивается при высокой экспрессии рецептов сероидных гормонов, то таких уже отличий нет. Но так мы знаем, что там прогноз хороший. Но это хорошая смена или хотя бы временная отказа вот этих всех генных дорогостоящих процедур в пользу относительно простого подхода. Ну и вот несколько слов. Вот сейчас уже там Скорпус Ангалин. Вот как бы по классификации Сангалин, который является очень важным так сказать центром или конференцией, которые определяют рекомендации на ближайшие два года. Значит неожиданно эксперты Сангалина, хотя я сам являлся экспертом, они решили, что экспрессию или определение у 1-9 процентов экспрессии рецепторов сероидных гормонов эстрогенов следует считать гормонозависимой опухолью. Раньше никогда не относили вот такую низкую и очень важно, что несмотря на эту вот такой вот новый подход, который заставил, а там же как вот располучен факт, врач обязан назначать гормонотерапию. Массовое резкое увеличение получающей гормонотерапию. И вот было проведено исследование Шроди и прочее и прочее, которое показало, что вот эти пациенты с низкой экспрессией рецептов стероидных гормонов верхней черта ничем не отличаются по отдаленным результатам от больных трижды негативным раком. Что вообще-то говорят это, так сказать, эксперты Сангайн погорячих. Ну, так бывало иногда. Вот. Ну, здесь вот различные подходы, комбинированное лечение, которое мы тоже вот наше отделение опубликовало. Здесь исследование Невальта, когда больных с хедва экспрессирующим опухоль, я потом завершу, чтобы не затягивать, применялся тростозомаб и да, пертизам и тростозомаб неосфероиспытания и тот же тростозомаб и лопотениб. Ну, в общем, как бы сначала таких особых отличий не было. Когда посмотрели уже больше пяти лет, выяснилось, что вот комбинированное особенное неосфероиспытание вместе с итальянцами мы выполняли, а это просто Европа. обе статьи опубликованы Ланцет-Онкологи. Вот. Здесь все-таки очень важный факт, что вот эти опухоли при двойной блокаде реагируют даже вот такой, ну, то, что при четвертой стаде, само собой, но даже в неодеванты и в адеванты. мы практически вот сейчас же в своей работе в нашей клинике применяем двойную блокаду и до операции, вот, подчеркиваю, и после операции. Ну, после операции там есть и другие подходы, это ДМ-1, но не везде это возможно. Во всяком случае, вот это значит, новшество не прошло мимо клиники, и мы его широко применяем. А, кстати, вот этих недавних рекомендациях европейского общества, там по-прежнему при резидуальной опухоли рекомендуют просто, значит, трастазумаб плюс пертазумаб. Но мы пошли немножко дальше, мы уже назначаем ДМ-1 более сильно. А это предшествующая схема назначается внеодеванте, неодевантом, аодевантом терапии. Ну, я, пожалуй, так сказать, общие такие, высказал. Ну, вот здесь общая схема подхода к самой частой опухоли, вот, люминальный А, люминальный Б. Вот, и только хотел подчеркнуть, что вот есть такой трижды позитивный рак, это экспрессия рецептов стероидов гермонов еще два. Казалось бы, уже хороший результат. А вот здесь как раз много проблем, и результаты такие же плохие, как при трижды негативном, или почти такие же. И вот это вот наше совместное исследование с итальянцами, в частности, Бьянчини такой, Джани, показывает, что и уже найден вот этот вот четверкатогенный классификатор, который позволяет маневрировать, ну, определять вот этот фактор и подбирать другие схемы лечения. Ну, будем надеяться, что это будет полезно. Спасибо большое. И вот уже последнее это в том случае, когда исчерпываются эффекты ДМ1, вот выходит на арену сейчас, ну, это четвертая стадия, тростузумаб, дерекцитекан, и может быть мы в будущем, после уже окончания эффекта М-танзина, тростузумаба, будем переходить на дерекцитекан. Спасибо за внимание. Благодарю. Продолжение следует...